Дипломатический скандал между Киевом и Варшавой. Президент Польши потребовал от украинских властей решительно отреагировать на инцидент в Луцке, где сегодня с гранатомета обстреляли польское консульство. Анджей Дуда также позвонил Петру Порошенко и дал понять, этот случай не может не отразиться на повестке двусторонних отношений. На Украине завели дело о теракте и уже вскоре СБУ объявило, что у следствия есть зацепки. Высказанная версия, впрочем, никого не удивила. С подробностями Алены Германова. Выстрел в сторону польского консульства в Луцке раздался около полуночи. В крыше здания зияет дыра. 20 сантиметрами ниже поврежденное взрывной волной окно. Там жил один из сотрудников диппредставительства. Слава богу, никто не погиб. А какие мотивы, как вы думаете? Не знаю. Всю ночь в Луцке работала следственная группа. На месте правоохранителя обнаружили металлические осколки и предмет, внешне похожий на детали ручного противотанкового гранатомета. В полиции уже заявили, скорее всего, стреляли из РПГ-22. Уголовное дело возбуждено по статье «Теракт». Из Киева для объективного расследования и помощи в раскрытии этого преступления выехала группа специалистов Центрального управления Службы безопасности Украины. В ходе предварительного расследования были обнаружены первые зацепки. К сожалению, мы пока не можем о них говорить, так как это является тайной следствия. В Варшаве в МИД срочно вызвали украинского посла. В Киев направили ноту протеста. Петр Порошенко после телефонного разговора с польским президентом приказал усилить охрану всех, где представить из Польши в стране. Но ни одно из них сегодня так и не открылось. Ночью стреляли. Вон по консульству. А что он сказал, в короче? Ну что, будет пока закрыто. Приехало заявление написать, потому что мне визу не открыли. Придется возвращаться домой. Говорят, что завтра не факт, что будут работать. Министерство иностранных дел Украины ночные события в Луцке назвало целенаправленной провокацией, которую якобы подготовили извне. Украинские политики, не дожидаясь итогов расследования, увидели в этом российский след. У меня никаких сомнений нет, что это очередная провокация российских спецслужб, которые систематически осуществляются именно для того, чтобы максимально вбить клин в отношения между Польшей и Украиной. Киев в очередной раз переводит стрелки. Вместо того, чтобы признать клин, в польско-украинские отношения регулярно вбивают свои же радикалы. Недавно в Киеве демонстративно вывесили на ворота посольство портрет Степана Бандеры. Во Львове националисты залили краской консульства, а во Львовской области в начале года взорвали мемориал, открытый в память о событиях 44-го, когда фашисты вместе с украинскими националистами сожгли заживо около 500 этнических поляков и евреев. Так радикалы мстят Польши за то, что та признала волынскую резню геноцидом поляков, в котором участвовали украинские националисты. Такие события только подливают горючую смесь в костер тлеющий. И так не очень хороших отношений между Польшей и Украиной. Польша постепенно, медленно, но уверенно из адвоката Украины в Европе превращается в прокурора. Поляки не хотят мириться с тем, что в Украине на щит поднимаются люди, причастные к массовым убийствам поляков, к репрессиям против мирного польского населения во время Второй мировой войны. Похоже, Польша в объективность Киева не верит. Польская прокуратура решила провести свое независимое расследование событий в Луцке. Совпадение или нет? Но этой же ночью, все в том же Луцке, сразу после нападения на консульство, неизвестные разбили стекла в отделениях дочерних структур российских Сбербанка и Альфа-Банка.